Ну, что себе к ужину? Самое главное, кисть. Космонавты открыли пакетики с едой, и настроение улучшилось. На орбите прием пищи – это одна из немногих радостей. Кроме получения необходимых калорий, завтрак, обед или ужин, у космонавтов еще и сеанс психологической разгрузки. Космическая еда очень похожа на еду на Земле. Вот, очень осторожно, потому что рысь любят летать. И потом карри, и вместо мешать чуть-чуть. Вкусно очень. Еда очень важна для космонавтов, находящихся на орбите, особенно психологически. Ведь иногда хочется просто открыть шкаф и посмотреть, что же можно такого съесть, как дома. Это приносит много радости – находить там что-то новое. Чтобы подсластить горькую космическую пилюлю, в России и Соединенных Штатах трудятся целые отделы ученых. Производство еды для обитателей МКС поставлено на поток. По сложной технологии продукты сублимируют, обрабатывают термически и упаковывают в пластик или банки. В знаменитых тюбиках для космонавтов сейчас выпускают только соусы и джемы. 10 граммов сахара, 2 грамма чая, потом эти пакеты сваривают в вакуум-сварочном агрегате, отсасывается воздух и заваривается пакет. Из сотен наименований блюд перед полетом экипажи выбирают те, которые больше по вкусу. Коктейль из креветок до сих пор остается одним из самых любимых продуктов. Тортильи очень популярны, ведь используются вместо хлеба. Прямо в них можно добавить что угодно. Российский хлеб – настоящие батоны и буханки, только в миниатюре. Хранятся до 15 месяцев. Этот хлеб называется хлеб на один укус, чтобы крошек не было. Поэтому он берет этот хлеб, каждую буханочку в рот, космонавт, и крошек нет. Творог с орехами – чисто российский продукт. Вместе с традиционными борщом и рассольником они на первых местах в рейтинге обитателей МКС. Американские астронавты выменивают на них свои продукты. Единственное отличие в том, что они применяют еще инвестиционные облучаемые продукты, стерилизуют облучение. Мы даем только соки натуральные, они дают еще и напитки, они дают еще коктейли, они дают сахарозаменители, мы только сахар натуральный. Хотя на каждый день рацион заранее расписан по 16-дневному циклу, экипаж вправе выбирать блюда к столу. Главное – восполнить потерю калорий. Эта калорийность, 3000 калорий, она достаточна для того, чтобы покрыть энерготраты. А потом еще бонус есть, если кто-то уж очень прожорный, он может поменяться с коллегой. Так уж повелось, калорий в российской космической пище побольше, чем в американской. Русские продукты хорошие. Космонавты говорят, что русская еда очень сытная и даже жирная. Открываешь банку, и это сразу видно, и быстро наедаешься. Это не вредная пища, просто по составу она отличается от нашей, и она вкусная. Вот, открываем наш шкаф и достаем контейнер. Потом вскрыть пакет и просто добавить воды. Здесь у нас находится кран с горячей водой. Зажимаем кнопку. Через несколько минут десерт готов. Очень вкусно и полезно.